Мужчина себе заводит ту женщину, которая заводит его, то есть если она его заводит на первых свиданиях, говорит не тухло, а в каких-то сериалах о своих подругах дурах, таких баб мужики сразу отметают, нафиг мне такая нужна, ну максимум он с ней переспит и бросит ее, потому что ну невыносимая баба служит, какие у нее дуры подруги, какие она тупые турецкие сериалы смотрит, это же ад для мужика, да? Естественно он ее трахнет и бросит, потому что невыносимо тупая баба, или там она жалуется, какая у нее мамка плохая, или какие-то проблемы на работе, если женщина такое делает на первых свиданиях, он ему естественно ее бросит. О сложных эмоциональных вещах, о своих душевных терзаниях можно разговаривать только с любимым человеком, с которым вы находитесь в длительных отношениях, он это примет, выслушает, пожалеет и поможет решить какие-то проблемы всегда, но это происходит, когда он уже влюблен. Дебильный образ, всех бесит, но он правильный. Мужчина зашел на ярмарку невест, вот они стоят на прилавке, как куклы Барби, и он выбирает. С одной пообщался, она про мамку дуру говорит, и про подруг дуры, и про это, и все жалуется, нафиг такая мне Барби не нужна. Следующая Барби про турецкие сериалы, вот она смотрит эти сериалы, ну нафиг она мне нужна, он ее тоже отметает, ну он переспит и бросит. С третьей встречается, она уже что-то интеллектуальное рассказывает, и с ней весело, и она еще и смешная, и может сьюморнуть, и она поднимает настроение ему, да, и не грузит проблемами. Ага, мне это нравится, это я это, себе, это мне привлекает, я с ней продолжаю отношения. А если там она еще и сексуально возбуждает, женщина интеллектуально раскрепощенная может разговаривать обо всем, и об исследованиях о сексе рассказать, и о камасутре рассказать. И это уже к ПД свидания вырастает, у такой женщины ее все уже хотят. На свидании с вами интересно, он хочет продолжать отношения, потому что с вами офигенно интересно общаться, вы не грузите проблемами, и вы заряжаете его своим счастьем. Гормоны счастья он получает на свидании, ему хочется вкладываться. Оксана, у меня подружка, сейчас они поженились, у них был секс, через три недели, как вот они начали встречаться. Я вообще в шоке, я считаю, что это очень маленький срок, два-три месяца это оптимально, а у них три недели. Ну, он сказал, я, как, за одной женщиной не ухаживаю, вот что за фигня. В современном мире три недели это норма. Офигеть. Ну, мне кажется, это мало. Вообще, в Европе, в России сейчас тоже такая же тенденция считается, что третье свидание секс это нормально. Ну, так принято. Ну, конечно, вы можете потянуть, но можно просто перетянуть, когда мужчина уже не сможет долго ждать. Просто спать там с первым попашимся я не хочу, когда я пойму, что человек, с которым я хочу строить какое-то будущее. Ну, вы можете потянуть секс. Можно поиграть в секс по телефону. Только не присылать свои обнажённые вот это вот, а секс по телефону разговором. Можно поиграть в секс по телефону. Можно писать эротический смс. Можно после секса по телефону рассказать, как я была дико возбуждена и так далее и тому подобное. Можно потянуть, но это тоже можно перетянуть, и мужчина просто уйдёт. Вот. Поэтому... Ну, где-то месяц примерно, месяц от начала активных ухаживаний... Если вы общаетесь с мужчиной, вы же всё равно будете встречаться не каждый день. Если это мужчина адекватный, не зрелый, он занят. У него будут свидания, ну, не раз не едут чаще, конечно. Если мужчина заинтересован в женщине, он будет хотеть как можно чаще с ней встречаться. Вот. Можно эротизировать отношения. Потянуть, да, можно там сносить секс, полтора, если очень сильно заинтересован. Говорить, я тебя хочу, ты мне нравишься, но попозже, потому что я не могу быстро. Я такая женщина. А если женщина интеллектуально развита, если она умеет обо всём рассказывать, если она умеет восхищать и вдохновлять мужчину, если она умеет поднимать ему настроение, он будет ждать, надеяться и верить. И он подождёт. Если вы особенная, если вы очень интересная, если вы ещё и о сексе пишете, если у вас интересная жизнь, если вы заряжаете и даёте ему гормоны счастья, если он вас поставил на пьедестал, и вы для него его принцессу, он потерпит. Как интересно научиться о себе рассказывать? Ну, я в кино не снимаюсь, у меня нет такой вот жизни, которая была бы интересна простому человеку. Как о себе научиться интересно рассказывать, чтобы прям дух захватывало? Я сейчас читаю классику, то есть читаю книги, которые там вы рекомендуете, да, а какие-то навыки ещё надо тоже развивать, кроме чтения литературы. Если вдруг вы хотите стать гейшей третьего уровня, и вы открываете блог и начинаете писать о сексе, делайте для себя заметки, то есть просто для себя. Ну, откройте, блин, ВКонтакте страницу, назовите себя псевдонимом, эротической оледи, там, я не знаю, и повесьте свой портрет какой-то, ну, этот, нарисованный, или там что-то там распрекрасное, там, полуобнажённое. И начинаете писать какие-то заметки, то есть прочитала эротический рассказ, сделала какую-то компиляцию, ну, как учатся писать на филфаке, да, читают образец и пишут сочинение своими словами. Передать, обогатить язык, обогатить словарный запас, обогатить обороты речи. Это же делается и для этого, да, чтобы научиться красиво говорить, чтобы быть особенной. Если вы хотите выглядеть женщиной, которая получила элитарное образование, принцессой, то надо обогащать свой словарный запас и свою речь. Прочитала хороший эротический рассказ, написала своими словами, в форме сочинения или эсетом, или ещё чего-то. Посмотрела какие-то исследования о сексе, записала. Это уходит в временную память и в долговременную. На свидании вы будете как поэму о сексе рассказывать, всякое разное, и мужчина просто будет балдеть от того, как с вами интересно, да. Если вы что-то поделаете на эту тему, вы, конечно, об этом будете говорить, как о песне. То есть человек, который занимается интересным хобби, он об этом рассказывает очень вкусно и интересно, да. Ну просто женщина, которая вяжет варежки, это не так интересно, чем женщина, которая пишет о сексе. Правильно? Ну, таковы реалии жизни, с этим ничего не поделаешь. Вот. Ну и опять же, это же интересно, это прикольно, это здорово. Изучать секс и писать о сексе. О каких-то исследованиях записала, подумала, можно рассказать на свидании, очень интересно. Мужчина об этом не знала, вот тут он узнает, да. Интересное хобби. Может быть, танцую, танец живота, там, или стрит-денс. Скрит-денс, то есть можно как еще мужчину поджаривать. Вот этот танец, тем более, если вы танцевали, вы можете, да, поставить телефон, красивую картинку, задний фон какой-то красивый. Вы в спортивном костюме прекрасное, если тело, да, ну. Женщина свои недостатки знает, как сказать, правильная платюшка и станцевала, там, ей можно бы это отправить. Это, в принципе, и элегантно выглядит. Пошло, когда мужчина просит прислать фото в трусах или без трусов, вот это пошло, это нельзя делать, ни в коем случае, никогда, ни под каким словом. Ну, есть там проблемы, потому что мужчины, есть же не все честные и хорошие, иногда и шинтажируют женщины. Ну, да, 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 это, конечно. Я всегда предостерегаю, можно мужчину поджаривать какими-то эротическими этими фантазиями, написать чего-то интересное, секс по телефону и так далее. Это все здорово. И можно потянуть так секс. Вот, можно уехать потянуть секс, а он будет ждать, и верить, и верить, и вот эти вот ежевечерний секс по телефону. Это очень хорошо, а он же будет вообще весь в томлении, как стихи Пушкина, да, «Томлюсь я от любви, и так Танечку желаю», или кого он там желал. О, нет. Субтитры сделал DimaTorzok